Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Отечественные товары, профильный класс и престижный рейтинг. Минск вошел в топ-100 городов мира. Благодаря каким критериям? Вербовка в сети или исповедь наркокурьера? Посмотрите на последствия, которых могло не случиться, если бы я не влез в эту гадость. В Беларуси увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ. Легкие наркотики это были сразу. Хватает одного раза, чтобы зависимость была. Кому плевать на судьбы подростков? Инновационная разработка. В Бобруск доставили лекарства от COVID-19. В состав входят два основных противовирусных компонента. Как принимать препарат? Крупный чек. В госполкоме подвели итоги работы в сфере торговли и услуг. Выполнен норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью. Какие показатели? Дела фабричные. Славянка успешно справляется с санкционным давлением и наращивает производство. Объем выпуска сегодня составляет 112 процентов к уровню прошлого года. Экспорт около 125 процентов. Куда отгружают продукцию? Глобальная экономика – разрушительная стихия и энергетический кризис. Правительство Берлина отказалось от финансирования новогодних праздников. Кто платит сверкающие огни? Сила в единстве. Президент принял участие в саммите ОДКБ. Повысить сплоченность и солидарность участников организации и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Такие глобальные цели ставит Беларусь, которая переходит в председательство ОДКБ. Приоритеты Минска представил Александр Лукашенко на саммите в Ереване. Глава государства четко очертил все геополитические рамки, называя вещи своими именами. Знаете, скажу, может быть непопулярно, не обижаться. Вот то, что я сказал, что о сплоченности и солидарности, ну поверьте, это меньше надо Беларуси и России. Мы как-нибудь солидаризируемся, мы уже это продемонстрировали в это непростое время. Это больше надо вам. Поэтому не надо сегодня рассуждать, что вот там кто-то победит, не победит. В Украине ОДКБ развалится. Если ОДКБ развалится, это просто будет для Кыргызстана, Таджикистана, да и для Казахстана больше трагедии, нежели Беларусь и Беларусь. Поэтому давайте в это непростое время не будем рушить то, что мы создавали. По итогам Ереванского саммита подписан пакет документов, который поможет странам взаимодействовать лучше. В следующий раз всех лидеров ОДКБ ждут в Беларуси. Доступное жилье, инженерные классы и персональный ассистент. В стране появилась новая услуга для инвалидов. Как это работает? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Конец недели принес шокирующее известие. Ушел из жизни министр иностранных дел. Владимир Макей с 2000 по 2008 работал помощником президента. С августа 2012 возглавлял МИД Беларуси. О причинах смерти пока не сообщается. Владимиру Владимировичу было 64 года. Экспорт белорусского продовольствия в Россию вырос почти на 23,5%. Это 4,2 млрд долларов. Страна-партнер остается главным покупателем наших товаров. Только молочные продукции в 2022 мы поставили на сумму более 2 млрд, а мясо на 30% больше, чем в 2021. Регионы Беларуси получат дополнительное финансирование на строительство жилья. Средства пойдут на выплаты очередникам субсидий, на уплату части процентов за кредиты или на погашение основного долга по ним. Могилевской области выделят порядка 12,5 млн рублей. В белорусских школах появятся профильные инженерные классы. Первые шаги уже сделаны. В каждый район поставлены комплексы робототехнического оборудования. Разработана учебная программа факультативов. Современные аппараты поступили в 150 учреждений. Задача подготовить специалистов, которые смогут работать на инновационных предприятиях. В стране появилась услуга персонального ассистента для инвалидов. Специалисты оказывают комплексную поддержку в коммуникации, участии в жизни общества, в решении повседневных задач. Помогают заполнять документы и даже посещают с подопечными концерты и выставки. Сюда же входит оказание первой помощи, вызов врача и информирование родственников о состоянии здоровья. Минск вошел в топ-100 городов мира и разместился на 86-й строчке. Среди критериев привлекательность для туристов, а также удобство для работы, отдыха и жизни в целом. По уровню занятости и образованию горожан наша столица заняла вторую позицию. Оценивали достопримечательности и количество парков, культурные события. В лидерах Лондон, Париж и Нью-Йорк. Нешкольные закладки. В Беларуси увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ. Основная мешень Даркнетов – вчерашние и сегодняшние дети. Из задержанных 35 кладменов – втрое несовершеннолетние. И это неудивительно, ведь все теневые магазины обещают полную конспирацию и безнаказанность. Но, как показывает практика, век закладчика недолгий – от нескольких дней до пары месяцев. Так соразмерны ли оплаты и расплаты, и легко ли нажать на кнопку стоп в этом опасном и пагубном процессе? Разбиралась наша съемочная группа. О том, что апрель 2022 для Андрея станет роковым, он узнает спустя полгода. Вкусить запретный плод подталкивает желание легких денег. Вакансия – наркокурьер. Казалось бы, работа не пыльная. Следуешь указаниям координатора, забираешь товар, фасуешь на мелкие дозы, оставляешь в тайнике, отправляешь фотоотчет. Делов-то. Получаешь сумму на карту и остаешься незамеченным. Но, как бы не так. Ноябрь 2022. На скамье подсудимых Андрей и его давний приятель, он же коллега по несчастью, первого обвиняют за сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы, второго – захоронение. Вину кладмен признает частично, от последнего слова отказывается. Суд приговаривает к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии усилийного режима. Очень печально, конечно, что молодой человек, которому едва исполнилось 20 лет, избрал легкий способ заработать деньги. Но этот путь преступный, конечно. И зарабатывая большие деньги, молодые люди зачастую не думают о последствиях. Но неспроста законодатель отнес данную категорию преступлений против здоровья населения к категории особо тяжких, поскольку все больше молодых людей вовлекаются в данную преступную деятельность, нанося непоправимый вред как своему здоровью, так и здоровью других молодых людей, подростков чаще всего. И эта история – лишь капля в море. Рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков наблюдается по всей стране. Только в Бобруйске с начала года их свыше 120. Основная мишень дартнетов – вчерашние и сегодняшние дети. Среди задержанных 35 закладчиков – трое подростки. Надо ли объяснять, что это огромные сроки, поломанные судьбы, рано посидевшие родители и несбывшиеся мечты? Все теневые магазины, как под копирку, обещают безнаказанность и конспирацию. Однако, как только подростки становятся на скользкий путь, практически сразу оказываются в поле зрения правоохранителей. Большинство попадаются уже в первый день так называемой подработки, что неизбежно приводит к уголовной ответственности. За незаконный оборот наркотиков и психотропов она наступает с 14. За изготовление без цели сбыта, переработку и хранение – с 16. Максимальный срок порой превышает возраст закладчиков. В зависимости от частей 328-й статьи – от 3 до 25 лет лишения свободы. С самого детства у нас было все. Родители заботились о том, чтобы их дети были обеспечены. Ну и, может, лет 13-14 брат предложил первый раз попробовать. Легкие наркотики – это были сразу. Хватает одного раза, чтобы в зависимости была. 19 лет парень был, мы вместе с ним были в одной компании. И он, вот его мама однажды вечером нашла мертвым в квартире от передозировки. Мне пришлось переехать даже из, ну, в другой город, в страну. И там я нашел новое знакомство, новых друзей, которые, знаете, которым не нужно было эти искусственные какие-то допинги для счастья, для радости. Это меня зацепило. Ни одного наркомана я не видел счастливыми, вот так скажем. Чтобы последствия были счастливая семья, да, там счастливые родственники, эта беда, она всем приносит зло. Психотическое поведение, бред, галлюцинации, спутанность сознания, анорексия, тревожность и панические атаки. Другими словами, горе, разруха и смерть. Курьер в несчастье не только ставит крест на своем будущем, но и подсаживает на наркотики других. А зачастую и сам становится потребителем. Гашиш, альфа-ПВП, марихуана, спайс, амфетамин. Ну, самый коварный – мифедрон. Даже один миллиграмм вещества может привести к передозировке и летальному исходу. Человек может войти в состояние комы и при этом уже не выйти из него. Дело тут и не только в здоровье. Это, конечно же, у человека нарушается социальное окружение. Человек теряет контакт с нормальным существующим миром, так как он пытается уйти в мир иллюзий или больше общаться с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни. На данный момент в наркологическом диспансере наблюдается чуть более 350 людей по употреблению психоактивных веществ. Несовершеннолетние обычно не осознают опасность, несерьезно относятся к последствиям и преуменьшают степень влияния запрещенных веществ на будущее. И вот здесь важна профилактическая работа, которая должна вестись на всех фронтах – и дома, и в учебных заведениях. Сотрудники прокуратуры на постоянной основе беседуют с молодежью. Однако родителям всегда нужно быть на чеку. Правда, не каждый знает, как это сделать. Самые частые запросы стороны родителей – это внимание к своему ребенку и протест детей на личное пространство. Они называют это доверием, и часто говорят, что родители им не доверяют, и поэтому они не могут заниматься тем, что им хочется, и там, где им хочется. Хотя на самом деле речь идет о противоправных действиях, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Я на своих консультациях советую родителям контролировать своих детей и иметь представление о том, где находятся их дети, чем они занимаются, с кем и, главное, о чем они общаются. Существует масса программ по родительскому контролю, когда родители могут это делать не напрямую, а опосредованно, так что ребенок даже про это не будет знать. Гром среди ясного неба в жизни Кирилла Рассейника прогремел за 10 дней до его 17-летия. К этому моменту, казалось бы, спокойный примерный парень из Гродно успел разложить около ста закладок с опасным наркотиком альфа-ПВП. Заработанные деньги тратил на тусовки, развлечения и дорогие безделушки. Сейчас из дорогого остались только воспоминания и письма от родных. При мне судили человека прямо по 3-2-8. Ну, я подумал, я исключение и решил пойти выработать. Я делал это больше легкомысленно, то, что мне... Ну, это ж не мне, это ему потреблять. Я такое не буду, точно. Наверное, из-за этого мне как-то было проще это с такой мыслью расслаживать. До того, как меня задержали, я рассчитывал еще пару дней поработать. Нажаляю то, что и маме еще не рассказал то, что я этим занимаюсь. Она бы сделала это как-то по-другому и помогла бы решить проблему любой. Я освобожусь, я планирую хотя бы с родными наладить какое-то общение. И здесь важный нюанс. Если подросток оступился, но все-таки одумался и решил выйти из опасной игры, это можно сделать до момента задержания. Следует обратиться в милицию и добровольно выдать наркотик. Тогда закладчик освобождается от уголовной ответственности, так как способствует раскрытию преступления. В противном случае, соразмерно ли оплата и расплата, решать каждому, а зарплата высокая, дают тюремными сроками. А тем, кто еще не стал на этот путь, я советую просто одного. Посмотрите на меня, посмотрите на последствия, которых могло и не случиться, если бы я не влез в эту гадость. Не стоит, оно того не стоит определенно. Я думаю, что дом, теплый чай и мать для меня были бы самыми еще с отличными подарками. Это то, чего мне не хватает больше всего. Спасибо за покупку. В Бобруйске подвели итоги работы в сфере торговли и услуг за 9 месяцев. В целом, прибыль по городу увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все потому, что на магазинных полках качественные товары и широкий ассортимент отечественной продукции по доступным ценам. Открылись и 5 объектов общепита на 146 посадочных мест. За счет вновь созданных объектов торговли у нас, как сказал Игорь Николаевич, выполнен норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью. На территории города функционирует у нас 5 рынков на 1598 торговых мест и 35 торговых центров, где размещено порядка 700 торговых объектов. Специалисты внедряют инновационные технологии, бесконтактные мобильные платежи, кассы самообслуживания. Развивают и службу доставки заказов. Горожане могут купить различные товары в 200 интернет-магазинах. В Бобруск поставили российский препарат от COVID-19. Лекарства с кавира можно приобрести в аптеке на интернациональной, но только по рецепту. В упаковке 10 таблеток рассчитаны на 5-дневный курс в составе 2 противовирусных компонента, что увеличивает эффективность против всех штаммов. О методах борьбы с невидимой угрозой Карина Гуревич. Кажется, только вчера новостные ленты пестрили пугающими цифрами о заболевших и заголовками о новых штаммах. Однако вот уже как три года Беларусь живет в одном мире с коронавирусом и успешно справляется с его последствиями. Все благодаря безустанной работе медиков и ученых, которая не прекращается до сих пор. Буквально на прошлой неделе СМИ сообщали о появлении в столичных аптеках лекарства от COVID-19. И вот уже сегодня его поставили в Бобруйск. Стоимость лекарственного препарата 475 рублей. Обусловлена такая стоимость тем, что в состав входит два основных противовирусных компонента. Разработан этот препарат в России и произведен в городе Саранске. Лекарство Скайвира можно приобрести в аптеке на интернациональной, но только по рецепту. Врачу необходимо оценить состояние пациента и принять решение, есть ли необходимость в препарате. В упаковке 10 таблеток. Рассчитаны они на один полноценный курс в 5 дней. Продлевать его нельзя. Причем микстура не рекомендована тем, кто младше 18-ти. Как сообщает производитель, лечение нужно начать как можно раньше, сразу как поставлен диагноз или в течение пяти дней после появления первых симптомов. Чтобы препарат подействовал, необходимо строго соблюдать рекомендации и принимать таблетки только под наблюдением врача. Также в аптеках есть экспресс-тесты для выявления инфекции. При необходимости фармацевт проконсультирует по всем вопросам. Вакцинация, между тем, все еще остается самым действенным методом защиты от коронавируса. В Могилевской области почти 700 тысяч человек получили одну дозу. Белорусам на выбор предлагают несколько препаратов. Это китайская вакцина, вероцел. У нас также был спутник ВИ, гам-ковид-вак, по-другому называли его. Сейчас у нас есть вакцина Собирана, недавно получили ее, в принципе, как по всей республике. Это кубинская вакцина, она предназначена только для бустера. Сейчас наши ученые завершают разработку отечественного препарата. Вакцина уже прошла клинические испытания и показала свою высокую ценность и значимость не хуже зарубежных образцов. Поступит в производство она в 2023-м. Для этого в Национальной академии наук создали центр экспериментальной и прикладной вирусологии. Ведутся ремонтные работы, закуплено оборудование и приборы. Ученые есть, научное обеспечение мы обеспечим, заделы есть, наработки есть. И в этой связи мы готовы будем к производству вакцины в разных сферах. В Беларуси эпидемиологическая обстановка стабильна. Увы, не все страны успешно справляются с ситуацией. Так в Китае впервые за полгода вновь фиксируются смерти от коронавируса. Из-за новой волны в столице приостанавливают работу парки и музеи. А некоторые районы и вовсе оказались в локдауне. В то же время на США обрушилась тридемия. Одновременное заражение респираторно-сенситиальным вирусом, гриппом и COVID-19. В первую очередь страдают дети. Проблему усугубляет и то, что здесь закрывалось большое количество педиатрических отделений. Вы знаете, уместимость больницы – очень серьезная тема. Я разговаривала с медсестрой в одной из местных клиник. По правилам, на одну койку приходится один пациент. Сейчас же у нас по три ребенка на каждую свободную кровать в отделении интенсивной терапии. В начале года в Италии появилось лекарство от ковида. По первоначальным данным, его эффективность оценивалась в 50%. Но позднее речь стала идти о 30%. Это привело к тому, что Франция отказалась от заказа, посчитав его недостаточно действенным. Хотя страна планировала приобрести 50 тысяч доз. Как итог, миру еще далеко до создания совершенного средства. Но борьба продолжается. Карина Гуревич, Станислав Чичерин. Итоги недели. Время зимних селфи. В Бобруське определены места для отдыха. Всего зальют свыше 20 площадок, где можно сыграть в хоккей и покататься на коньках. Каток размером 30 на 17 метров появится у главной елки города. Подготовят также три лыжные трассы. В парке культуры и отдыха в районе санатория имени Ленина и возле Бобруськ-арены. Прокат работает на бульваре Приберезенском 33 и Карбышево 11. График работы с 9 часов утра до 9 часов вечера. Один час – 5 рублей, последующие 2 рубля. Сутки – 9 рублей и двое суток – 16 рублей. Всех приглашаем воспользоваться нашими услугами. Перекусить и отдохнуть можно будет в детско-юношеской спортивной школе номер один на площади Ленина и в молодежном парке. Не обойдется и без главного события зимы – Бобруйской лыжни 20-23. Дела фабричные. Славянка успешно справляется с санкционным давлением и наращивает объемы производства. Только в этом году плюс 12%. Сдаваться в трудные времена – это непротекстильный гигант. Внешние поставки за 10 месяцев выросли на 25%. Богатая история предприятия нашла воплощение на аллее трудовой славы в сквере на Минской. О сплаве традиций и современных брендов Татьяна Горбач. Почти за вековую историю славянки здесь, кажется, пробовали все. От формы и плащей для военных до коллекции известных мировых брендов. А начиналось все в далеком 1930-м. Тогда, после объединения пяти еврейских кустарных артелей, в Бобруйске появилась швейная фабрика имени Держинского. Выпускали брюки и форменную одежду для железнодорожников. А к 40-му предприятие уже гремело на всю Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. В годы Великой Отечественной производство остановилось. Освободился Бобруйск, еще в городе дымились танки, а уже фабрика начала работать. По шиву уже приступили где-то через месяц, через два. В дальнейшем правительством было принято решение о производстве плащей. Производилось в Советском Союзе около пяти миллионов плащей. И вот из них 15% производила фабрика. Модернизация производства происходила на фабрике в 1989-м по 1991-е годы. В это время мы закупили новое оборудование и внедряли технологии при помощи японской фирмы Джуки Корпорейш. Два года назад модернизация продолжилась. В обновление вложили около миллиона рублей. Начинается изготовление одежды в экспериментальном цеху. От эскиза художника до запуска изделия в производство сложный путь. Сейчас тут уже приступили к разработке новой коллекции школьной формы. В составе натуральные ткани, хлопок, шерсть, вельвет. Допустимо небольшое количество синтетики. Ведь вещи не должны сильно мяться и быстро изнашиваться. Ставка на удобство и элегантность. Учитывая модные тенденции, конечно же, ткани разнообразные у нас. И модели меняются каждый сезон. Новые, новые, новые подрабатываем. Есть такие модели, которые пользуются спросом из сезона в сезон. То есть ориентируемся на покупателя. На сегодняшний день мы разрабатываем весеннюю коллекцию. Но также не забываем, что после весны очень быстро приходит лето. И уже на сегодняшний день разработали несколько моделей летних платьев. Замыслы модельеров-конструкторов реализуются в пошивочном цеху. Оркестр машин и станков здесь не умолкает ни на минуту. За смену производят от 120 до 170 единиц. Все зависит от уровня сложности. Екатерина Гормаш работает на фабрике почти 35 лет. Через умелые руки специалиста прошли десятки тысяч вещей. Модели, конечно, теперь очень сложные. Не так, как я пришла еще молодым специалистам. Ни разнообразие, ни однотипные, будем говорить так. Большими партиями шили. А сейчас модели очень красивые. И ткани разнообразные, и драпы, и стеганые. Ну, всякие. Конечно, они сложные, но очень интересно работать. Производственная мощность предприятия более 650 тысяч единиц в год. И объемы растут. В этом году плюс 12%. Сейчас здесь отшивают зимний и весенний гардероб, пальто, куртки, плащи. Конечно, санкционное давление не прошло совсем уж незамеченным. Но руки в буквальном смысле не опустили. За пару месяцев отладили логистику и решили вопрос с рынками сбыта, сырьем и комплектующими. Стало сложнее работать с некоторыми традиционными заказчиками. Но этот период уже пройден. Все трудности, наверное, позади. Как говорит наш президент, санкции – это возможность поиска новых рынков сбыта. Какие-то новые возможности. Они на самом деле появились. Сырье для пошива «Славянка» использует отечественное. Львиную долю продукции отправляет на экспорт. В основном в Россию и Польшу. Внешние поставки за 10 месяцев выросли на 25%. К концу года в планах все 30%. Стратегия предприятия остается неизменной. Трудиться на совесть, обеспечить занятость людей и предоставить им надежный соцпакет. Сдаваться в трудные времена – это не протекстильный гигант. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Режим экономии, замедлительный рост и гнив стихии. В Индонезии растет число жертв землетрясения. Сколько погибших? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Илон Маск объявил амнистию в Твиттере после голосования в социальной сети. В онлайн-опросе на странице миллиардера приняли участие более трех миллионов пользователей. 72% поддержали восстановление приостановленных учетных записей, которые не нарушали закон и не занимались откровенным спамом. Недели ранее он заявил о возвращении аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. По прогнозам специалистов, в следующем году ожидается замедление глобальной экономики. Особенно пострадает Запад. В отрицательную зону уйдут страны, которые зависят от российских энергоносителей. В Европе инфляционное давление уже стало повсеместным. До 70% всех категорий товаров и услуг подвержены постоянному росту цен. Многие граждане не в состоянии позволить себе качественное питание и оплату за отопление и просто сводят концы с концами. В Индонезии растет число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник в 70 километрах юго-восточнее Джакарты. Более 270 человек погибли, около тысячи получили ранения. Свыше 150 числятся пропавшими без вести. Большинство пострадавших – дети. Эвакуированы свыше 13 тысяч жителей. В результате удара стихии были разрушены десятки зданий. Среди них четыре школы, больница и мечеть. Спасатели продолжают поиски. В Объединенных Арабских Эмиратах научились делать воду из воздуха. В стране осадки выпадают всего несколько дней в году. Поэтому ученые активно используют технику засева облаков, чтобы увеличить частоту и объем дождя. Самолеты доставляют реагенты, например, гигроскопичные наночастицы солей. Они притягивают капельки жидкости, которые, соединяясь, падают на землю под тяжестью веса. За час работы выводят до 100 тысяч кубометров. Изменение климата и растущее население планеты гарантируют спрос на подобные инновации. В связи с энергетическим кризисом правительство Берлина отказалось от финансирования новогодних праздников. Все расходы за электричество взяли на себя спонсоры и меценаты. Рождественская иллюминация в городе в этом году включается лишь на несколько часов каждый вечер и только на основной автомобильной магистрали. Местным предпринимателям сейчас как никогда важно создать сказочную атмосферу и привлечь как можно больше покупателей. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Вавруиск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя